Друзья, всем привет! Меня зовут Амир Ахтямов. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск программы «Смотрите, кто пришел», так как нашу программу посетил не профессор, не преподаватель, а творческая личность Альберт Нурминский. Альберт, еще раз здравствуйте и большое спасибо, что нашли время, что пришли на нашу программу. Спасибо вам за приглашение. Готовясь к нашему интервью и листая ваши соцсети, я увидел, что вы недавно приехали из отпуска, и крайним местоположением был Дагестан. В связи с этим мне было бы интересно узнать, насколько для вас важны поездки, путешествия, и насколько это помогает вдохновению и написанию нового материала. Ну, знаешь, так скажу, поездки — это часть жизни, как бы постоянно в дороге. То ли тур, ну, где бы я ни был, то домой я езжу, да, постоянно дорога, постоянная суета. И вот этот отдых, он как бы нужен был для меня, потому что давно уже нигде не ездили с этим ковидом, никуда, ну, толком невозможно было выехать. И как бы выдался отличный случай отдохнуть с друзьями, с родственниками. Мы арендовали машину и как бы поехали отдыхать. Очень классно, мне понравилось, все было классно. Как бы стимул вдохновиться, да, какой-то такой необычной атмосферы, так скажем. Ну, вообще просто отдохнуть на релаксе, на кайфе-то. А вы считаете себя в этом плане сентиментальным человеком? Ну, то есть, насколько для вас важна вот хорошая погода за окном, горы, море? Или это никак? Нет, я считаю, такого нет, на меня такие факторы не влияют, потому что, на самом деле, даже отдых, такие красивые пейзажи для меня не столь важны, потому что у меня тематика своя, такая, ну, своеобразная. И вот эти горы, красивые пейзажи, отдых, он чисто для души, а для профессионального, ну, для профессиональной моей деятельности, для вдохновения я ищу более серые тона, что-нибудь такое заброшенное, потому что, ну, какая-то такая атмосфера мне больше по душе. Более мрачная? Да. Андеграундный, так скажем. Солидарен. Знаю, что вы росли как раз-таки на западной музыке, Eminem, 50 Cent, Biggie, но мне очень интересно было бы узнать, что для вас значит рэп. Вот могу объяснить. Для меня рэп — это как некий протест, то есть в его основе всегда лежит нерв и боль, с которой автор хочет поделиться со слушателями. Но именно это можно сделать в любом другом жанре, но именно в рэпе, лично для меня, это наиболее остро и гиперболизировано. Вопрос. Рэп — это протест или же просто ничего не значащая поэзия и слова на бите? Нет. Хочу сказать, рэп — это, конечно же, сильное, так скажем, сильное направление, которым ты говоришь то, что у тебя на душе, то, что ты хочешь сказать, то, что наболело, да, способ высказаться, лично для меня это способ высказаться о какой-то, допустим, проблеме, о каком-то переживании, через которое я прошел. И для этого более для меня ближе рэп, хип-хоп направление, не то, что, допустим, рок, есть попса, да, есть там еще какие-то стили. Вот именно рэп — способ высказаться для меня лично. И мне это очень по душе, мне это нравится, когда я пишу текст, я прям вкладываю частичку души, то, что я вот хотел бы, вот у меня есть вот на душе, и вот погнали, написал. А это все копится как-то вот, ну, со временем? Или вы, например, вот заходите в комнату, заходите в студию и сразу же выдаёте материал? Ну, всегда по разуму, да, это к какой-то степени это копится, потому что накапливается, накапливается. Но это и копится, и я сразу же делаю какие-то пометки, сразу, ну, записываю текст, чтобы не забыть, потому что что-то всплывает, хоп, классная какая-то идея, что-то ты увидел, потому что куда бы ты ни был, что бы ни произошло, какая-то ситуация, хоп, ты запечатлил. Мне это настолько затронуло, как бы я бы хотел об этом сказать. И думаю, вот классная идея. Как бы увидел отношения людей, ну вот, что бы ни было, что бы ни происходило в жизни, со мной, с другими, как бы я за окном что вижу вообще в мире, ну, во всем. Понял. Альберт, а расскажите чуть-чуть о своем образовании, где вы учитесь, на кого, если не секрет. Не секрет, я учусь в Казанском кооперативном институте, уже закончил бакалавриат. Вот планирую поступить на еще два года магистратуру, а до этого я закончил, как бы, один из классов, закончил казанский техникум, этот, автотранспортный, с красным дипломом, с отличием. И вот, как бы, сейчас у меня скоро, Алла Берса, так скажем, еще два года и будет полное высшее образование. Дай бог. Что вам больше всего нравится в вашем образовательном учреждении? Может быть, администрация вуза, преподаватели или атмосфера студенчества? Знаешь, мне вот, на самом деле, все так понравилось, когда я только поступил, само отношение, само, как-то, как тебя принимают, своя, ну, вот эта творческая деятельность, вот эта энергетика, она у меня очень по душе, и люди как-то сразу такие добрые, как бы, по душе мне сразу понравились. Это очень важно, мне кажется, именно в коллективе, очень удобно контактировать, как бы, работать, и мне вот эта вся, вот эта атмосфера, вся эта движуха для меня прям важна. Потому что сразу, когда человек, ну, знакомишься человеком, ну, есть какой-то вот, либо человек отталкивает, либо, а тут мне прям все понравилось, и, как уже я повторяюсь, само отношение, сам, кооперативный институт, он сам по себе красивый, какая-то у нее, вот, ну, внутри, такая атмосфера домашняя, прям, сразу, знаешь, я понял, что, да, вот круто мое. Ну, ну, прикольно, понравилось. И люди такие же, как бы, люди вокруг. И люди, вот я именно говорю, что окружение, оно такое прям творческое, все такие четкие, классные люди такие образуются, ну, как бы, все на своей движухе, на своей волне, и это все связывают. Кто-то творческий, кто-то больше, там, инженер, кто-то, ну, вот, и все это, когда ты приходишь, какие-то общие идеи что-то приходят, и все это мне понравилось, нравится по сей день. А вот, опять же, о движухе, вот эта вся суета вам очень нравится, ну, как вам удается творчество и учебу совмещать? Нужно же экзамены сдавать туда-сюда. Ну, да, несмотря на то, что, как бы, я уж постоянно туда-сюда гастролирую, бывает, ну, выступление, я стараюсь, ну, не бросать это дело, потому что, как бы, я же не просто так поступил, для меня это важно, я, как бы, не отличаюсь от других студентов, хожу, учу, сдаю, как бы, ну, вот так. Все успевают, да? Ну, стараюсь все успевать, как бы, понятно, что где-то что-то можно, ну, не можно, а, как бы, правильно сказать, могу чуть-чуть пропустить, но все равно я ответственно к этому отношусь. А имеются ли меры поддержки, вот, у вашего института в рамках, ну, для творческой молодежи? Кто учится именно там, или для меня? И для вас, и кто учится, ну, вот есть какие-то меры поддержки, концерты, какие-то кружки туда-сюда, вот эти. Ну, ну, вот я, когда именно поступил, сижу, ну, люди знали, то, что вот, да, вот, да, как бы, точно меня знали, хотя не многие, но. И к творческим людям все равно относятся, как бы, там, ну, положительные, есть свои дополнительные какие-то баллы, и из-за чего ты, ну, еще лучше, как бы, хочешь себя проявить, потому что это скажется на твоем личном деле, как бы, для тебя это только будет плюс. А поддержка, да, конечно, там есть огромные залы, я даже удивился, огромные, ну, комнаты специально оборудованы, ну, для, пожалуйста, если у тебя есть какой-то талант, там есть творческие кружки, и все, ты себя можешь там проявить. Очень классно проходит. Каждый год студвесна, в котором мы принимаем активное участие и занимаем, ну, первые места, выигрываем гран-при, ну, были вот сколько на протяжении последних лет. Очень здорово, что уделяется время и молодежи, это прям их творческому развитию, это прям... Да, творческие кружки, где-то мы сидим, собираемся, вместе беседуем, студентам тоже интересно, как бы, ну, я уже, как бы, сформировавшая личность, и я делюсь своим, как бы, опытом с ними, и, как бы, они задают вопросы, и я вижу в них какой-то потенциал, и мы вместе можем чего-то добиться. Круто, здорово. Тем более мы с Татарстаном все вместе, как бы, для поддержания, ну, как бы, же, все равно мы, для меня это Татарстаном ближе, и из-за этого, как бы, круто, когда мы что-то, не только я, да, еще другие ребята, пусть не будут, там, бустим, в рэпе, ну, кинематографии, ну, что угодно, просто, ну, я просто называю это творчеством, ну, как... Ну, здорово, что вы поддерживаете, вот, именно мыслите такими категориями, это реально круто. Давайте сейчас к творчеству вернемся. Опять посмотрел множество ваших интервью, и там много о цифрах, треках, просмотрах, статистике, как бы, вопросы достаточно банальные, и, как бы, они повторяются, но не нашел ни одного вопроса о первых шагах в эту культуру. То есть, знаю, что вы занимаетесь этим с 13 лет, это было изначально вашим хобби, но все-таки с чего все началось, помимо любви, как мы уже говорили, к американскому рэпу? Помимо любви, ну, я думаю, основной это именно любовь, не знаю, как это, это, ну, я, если рассказывать, то начну прям сначала, когда появились только вот эти, ну, наверное, не появились, когда они у меня появились дома, DVD-диски с клипами западных исполнителей, они у меня первый раз, ну, брат их привез домой, и, как бы, я вот, ну, хочу еще смотреть, да, как раз, наверное, «Каникулы», я не знаю, как это было, и просто мне понравился, ну, этот речитатив, как они одеваются, ну, все, как это все преподносит. И я старался, ну, их, ну, как правильно сказать, дублировать, подражать им, как бы, и все, вот с этого началось, все, плееры, mp3-шки, все это, пошло дальше, дальше, я сам пытался, как бы, написать, ну, я владею, как бы, на тот момент, не то, что владею, я, как бы, и на русском, и на татарском разговорах, но мне ближе был татарский, тем более я рос там в селе, в город еще, ну, как бы, на тот момент еще не заезжал. Это вот 13 лет, сколько, 14 лет. Все, я жил там, я пытался, я такие плюшевые микрофоны сам покупал, дома на компьютер записывал какие-то программы, и постепенно, постепенно, творчество не останавливалось, я постепенно, постепенно, так скажем, рос, записывал уже на более улучшенных студиях, и вот это на сегодняшний день привело к тому, что я уже сформировался, как нурминский, люди знают, людям нравится творчество. Также пишу, не забывая свой язык, но это на татарском, вот тоже скоро будет песня, спустя, там, сколько, 3 года, я уже давно не писал, вот, наконец-то мы выпустим татарскую песню. А вот с какой песней, вот как раз какого трека вы для себя поняли, что, мол, я красавчик, я сделал, обо мне заговорили, ну, вот, что чувствовали в этот момент? Честно говоря, такого не было, и, ну, как бы, я не позволял себе такого, то, что вот я красавчик, вау, круто. А все началось с 18-го года, ну, в 17-м году в декабре я написал самую первую песню на русском, думаю, вот, ну, просто охота было написать как-то, потому что на русском излагаться мысли, ну, все это мне на русском легче. И написал первую песню, и, как бы, в 17-м году в декабре, и на следующий год, ну, как бы, в 18-м году летом они заговорили, то есть везде на слуху эта песня, как бы, люди нравятся, люди слушают, они, как бы, не знают, кто исполнитель, но, вроде бы, потом же, ну, местные, как бы, знают, вот, а ты видел вот этот, там, знаменитый. Тебя слушают, и, ну, прикольно, классно, а так, такого не было, что, вау, ее красавчик, смотрите, какой я, нет, такого не было, как бы, скромненько, круто, вам понравилось, ну, все, молодцы, супер. А так, такого не было, что я, там, восхвалялся, там, знаешь, нос задирал и шел, ну, такой, спасибо. Ну, это правильно, но я сейчас говорю немножко не о, как бы, не о том треке, который залетел, ну, там, по всей стране, а именно вот первой работы, когда друзья сказали, ну, круто, Альберт, ну, молодец, прям, интересно. А это, вот, были, как раз, первые треки на татарском, когда 13-14 лет, наверное, было, когда записываешь, просто, ну, как бы, выкладываешь в соцсети, и, как бы, люди слушали. На первый момент это так было стрёмно слышать свой голос, ну, кто-то, кто занимается творчеством, меня поймет, потому что, ну, как бы, такой, непривычно. Да, непривычно, типа, выключите, блин, пожалуйста, как бы, дома-то окей, если ты слушаешь один, то классно, а вот, когда ты уже в обществе слушаешь, тебя слушают, так стрёмно это, но потом, со временем, со временем это проходит, ты привыкаешь, и все классно, то есть, если людям заходят, почему бы нет, ну, вау, круто. Да, здорово. Но, вот, возвращаясь к вашим хитам, практически, ну, каждый ваш сингл залетает, и его слушают, ну, по всей стране буквально. Ну, действительно, очень большая, очень хорошая статистика, очень большие просмотры, но вы для себя нашли ту самую формулу хита, за которой гоняются все, ну, музыканты, или же все происходит вот в моменте, вот так, по щелчку пальцев? Да, вот правильно говоришь, что все в моменте, потому что я, как бы, мог делать песни в одном стиле, в одном жанре, как бы, вот, хип-хоп, андеграунд, такой медленный, да, как это все было, но это будет уже заезженная тема постоянно, я могу сотни песен таких выпустить, ну, как бы, да, они залетят, но интерес, как бы, этом, ну, я уже это прочувствовал, эмоции я какие-то пережил, мне хоть что-то интересное, что-то, я из этого, в моем, то есть, в репертуаре Нурминского есть не только хип-хоп, да, как бы, есть такие мелодичные песни, как были попсовые, есть, сейчас, как модно говорить, дабстеп, да, такие, ну, как бы, Зашумел район. Да, типа такие вот уже энергичные, под прямую бочку, то есть, все это творчество, оно уже идет, развивается, и я с каждой, с каждой песней делаю какие-то новые звуки, делаем мы какие-то новые, ну, какие-то прикольные фишки, современные, соответствующие, сегодняшнему времени, то есть, вот у меня вчера вышел трек, он совершенно отличается от того, как, как я выпускал, допустим, три года назад, это вообще, ну, как бы, да, люди, возможно, его не поймут, потому что скажут, Альберт, ты же вот в таком стиле, блин, выпускал, выпускай, пожалуйста, так же, я все понимаю, окей, такие будут, просто, для меня, как бы, ну, неохота останавливаться, зацикливаться на одном, я постоянно себя пробую, вот, то есть, процесс развития, если, допустим, не такого не было, не было песен Валин, допустим, вот, как Зашумел район, который вы знаете, люди знают, то есть, если бы я остановился на хип-хопе, но на андеграунде, то, как это, вот, на медленном стиле, да, как песен G, вот, ну, как бы мне, ну, кто знает, знаком с моим творчеством, то есть, такие только были, а благодаря развитию, то, что я, ну, не побоялся, ну, захотел, там, попробовал, рискнул, появились какие-то еще новые хиты, которые, вау, то есть, аудитория расшилась намного, то есть, были, вот, аудитория, вот, андеграунд, вот, еще такие четкие пацаны, а здесь я сделал песню более любовную, допустим, более под другой бит, под другой лад, и аудитория намного, вау, типа, ты так все делаешь, это, типа, ты, вот же у тебя такой стиль, ты же там, вот, такой, ну, пацанский, а тут ты такой, блин, круто, красный, ну, даже такое было. Ну, эксперименты ведут, как бы, к росту, к развитию, да? По-любому, да. Кстати, я какое-то старое ваше интервью увидел, где вы на стриме, что ли, с кем-то, и вы говорили, что хотели бы сделать минусовку и трек, чтобы там присутствовал хор, что-то такое. Вы пока что эту идею не реализовали, но вам интересно было бы вообще как-то посотрудничать, может быть, поработать с музыкантами, которые умеют в этом силе и шарить за это? Да, мне очень нравится, то есть, я только за общение, за комьюнити, так скажем, да, если какие-то, допустим, мой репертуар это рэп, а если люди придут с другого, допустим, вот, тоже, допустим, хор, потому что я знаю. Это очень интересно. Да, это очень классно, и есть уже опыт, как раз западные исполнители так же делали, и я уже видел, я слышал, ну, как бы, это классно звучит, это все можно сделать здесь, у нас, ну, в Татарстане, как бы, если есть люди, как бы, которые еще, не до конца зажглись, в скобках, так скажем, да, есть, пожалуйста, давайте, ну, как бы, пообщаемся, может, мы к чему-то интересному придем, сделаем, запишем, и это может получиться намного, ну, скажут, вау, может быть, не какие-то маленькие аудитории, а может быть, на больших сценах выступать. То есть, если у меня уже аудитория, как я и говорил, такая, ну, как бы, более пацанская, такая, ну, как, ну, молодежь, а здесь, может, допустим, уже какую-то песню сделать более для взрослых, ну, какая-то уже такая аудитория будет, ну. Ну, либо, наоборот, молодых, но немножко, которые слушают немножко другую музыку, более такой америкализированную. Да, возможно, ну, я и говорю, вот, взять разные стили, и кто на что гораст, как бы, попробовать, ну, и просто появится какой-то микс прям классный, я считаю. Это интересно. Наткнулась на ваше старое интервью тоже, и где вы рассказывали, как придумывали трек «Джип». Цитата, сидел на даче, чистил картошку. Чистил лук. Чистил лук, прошу прощения. Всегда ли вдохновение приходит в самый ненужный момент, и можете вспомнить и рассказать вот по такой же аналогии, как придумывали трек «Валим»? Все это было на самом деле так и есть. Ну, как бы, лето на тот момент, как раз я еще, ну, там у себя, за городом. Это, наверное, была осень, да, потому что лук, ну, как бы, мама там загрузила меня с чем-то, ну, как бы, надо было на гараж понять, что ты сижу. Урожай собрали, да? Урожай собрали? Конечно, да, как бы, да. Мы же там оттуда, и свой урожай. И все, вот, реально, как бы, у меня на тот момент, в машине всегда был блокнотик, как бы, я не записывал, как-то я даже, ну, для меня записывать телефон, это было, как бы, ну, не, не мое. Вот, тетрадка по старому, по олдскульному, как все делается, и все, я реально сижу, и я не знаю, как-то, я настолько мне это надоело, что я чищу лук, какой-то, ну, прикинь, пацан сидит, чистит лук, вообще, ну, это не мое, короче. И, типа, купить бы джип, уехать бы от этого, ну, не видеть бы, типа, купить бы джип бронированный, весь заряженный, тонированный, типа, ну, чтобы не лезла нечисть. То есть, чтобы вот это вообще ничего не видеть, просто реально уехать. Закрыться, да, в этом? Стучался до меня, и я просто спускаюсь, он мне еще, ну, гараж двухэтажный, я быстренько спускаюсь, купить бы джип бронированный, что-то такое, ну, как бы, реально это было на таких событиях. А по поводу песни Валим, тоже необычный случай, я, ну, как бы, откровенная сцена, я моюсь в бане, ну, как бы, сижу, и я вот не знаю, мне нравится в бане, плюс, почему, кто занимается вокалом, наверное, подтвердят, там акустика, вот, в душе, в бане, она такая прям прикольная. Как будто ревер стоит. Да, вот, и уже автоматически все стоят, ну, эффекты стоят, и просто сидишь, напеваешь, у тебя прикольно появляется, ну, и просто, я не знаю, как это, ну, наверное, так и должно было быть. Я весь мокрый сижу, что-то там, Валим, Валим, что-то, Валим, Валим, Гелендваген, Валим, Гелендваген, Ничего, я, я, короче, отвечаю, и на тот момент, я уже, это, какой, 19-й год, или, ну, да, 19-й год, я выбегаю, мокрый, вот, просто, ну, в сене, у меня руки мокрые, как бы, я беру телефон, он еще не записан, но, когда мокрый, не трогать, не записывает, короче, я быстренько вытираю, и вот, Валим, Валим, Гелендваген, я записал вот эту строчку, все, это просто гениально, Валим, Валим, Гелендваген, что бы ты я бы не написал это бы залетела стопудово просто самое главное это вот фишка ну либо фразы либо какие то вот но зацепиться за что-то да и вот эти две фразы они самые но потому что дети даже которые два-три годика они не умеют разговаривать но они валим валим гелендваген ну да и повторяющие фразы которые заедают в голове и самая которые сделали большой акцент но в песне здорово а давайте сейчас поговорим о ваших концертах вот сможете вспомнить какие-то курьезные случаи вот связаны с фанатами замуж драки или же вы там после чека вышли на концерт и я за перестал работать звук микрофон что-то задымилась вот что такое можете помнить да я выступал в томске не знаю каком году 19 наверно 19 да и у меня было два города томский омск ну как бы не помню кто точно было в томске но первый город не помню и спасти первый концерт у меня сел просто сел голос короче ну просто а у меня уже вот далеко же еще это да обратно же не видишь и чё делать ну как бы давай поехали чё делать концерт уже люди там ну плюс 400 купили да окей все мы пришли и короче а у меня все минусовки не к тому что я хвастаюсь ну как бы я пою под минус а то есть нет плюсовок все живую все живую да у меня там 26 песен 20 24 20 26 а так исполняю как буш полтора часа программа идет вот так и то есть я же понимаю что минус и не будут очень ну все голоса нет и народу зашел я вышел я говорю ребят всем привет как в стране вы слушайте ребят поймите пожалуйста правильно типа у меня сел голос но я хочу выступить можно я пожалуйста под плюс а ну плюс выступлю они такие да альберт игру я а там же еще все согласно купленным билетом то есть кто купил вебель и допустим с ним фоткаемся да ну а остальные ну я и так стараюсь как бы совсем фотку давайте я со всеми сфоткаюсь за это то что простите но как бы косяк мой и со всеми сфоткаюсь как хотите там селфи потому что это начинается там кто-то селфи кто-то там ну а потом расскажу секреты все то я говорю автограф вам дам ребятам разыгра ну как бы ну реально я за собой чувствую давайте как бы этот я исправлюсь все они там начали хлопать альберт давай а до этого я дал звуковику задание скачай игру плюса с интернета ну пусть у меня нету за день до концерта не не за день в день но мы был за четыре часа приезжаем и чекаемся но как бы репетиции все выставляем звук туда-сюда свет евро у меня голос я по-любому скачайте но клипы я там не клипаете но песни и все короче он включает клип песню и там короче но откуда-то скачал пиратский и там начинается реклама какая-то группа вау там представляют и ты представляешь ну как бы оригинальный гос начинается этот то есть какая-то реклама в начале трека ну как бы там специально вкладываешь или лоу там переделы миксы какие-то он скачал он же уж не знаю неофициально скачиваешь никому и я стою все-таки угорать это так было смешно а потом уже как бы вот эта реклама проходит и начинается и все уж мы там начали качать ну было очень классно и даже знаешь это настолько было комфортно и тепло потому что в конце люди прям благодарили вообще типа красавчик молодец спасибо я но сама аудитория приняла да да то что аудитория наоборот еще стала ближе ну ты красавчик можно было отменить но нет такого как бы подошли так что ну сделали прям я говорю даже запомнил что вот эти города хотя вот у меня было 200 я на тот момент ввел счет ну типа у меня был дома когда еще на районе жил план по завоеванию мира и я как бы у меня день 1 день 2 когда мне спросят когда альберт ты добился успеха за сколько дней ты добился я вот говорю вот у меня и на тот момент 213-22 какой-то город у меня уже был весь но за всю мою карьеру 213 у меня выступление было и к тому что я города не запоминаю сколько городов представляешь про россии в европе выступали в украине выступали и и а этот год именно вот томске запомнил это то что вот так именно было и аудиторию прям я благодарю мне очень понравилось вот такой курьер случай был здорово но не каждый артист на российской сцене будет так делать в основном отменяют говорят ну как бы ребят я забыла вот я говорю мы просто далеко то это уже далеко находится из-за этого мы же не стали я просто объяснил ситуацию если бы они сказали нет то мы сказали окей все ладно пони а тут они давай я еще сделал так что давайте спускайтесь ко мне тут то есть ну я редко так делаю то есть а дайте кто хочет типа я со мной на сцене то есть сели я там допустим но я понимаю что я не вытаскиваю ему даю микрофон как бы такая фишка но с другой стороны человеку приятно что участвовал да здорово вот если говорить про российский шоу-бизнес то опять мы сказали что не каждый сделал бы так же откровенно говоря но вот если абстрагироваться и вот кого вы могли бы выделить для себя как вот крутой артист как крутой персонаж я знаю что вы не особо себя приравниваете к шоу-бизу обходите страной но вот вот если подумать именно из русского да вот из нашего вот не интересно американца то понятно там много можно назвать но вот тот кто вот для вас вот он интересный можете сказать позитивном ключе в негативно будет следующий вопрос ну короче я вот для себя сколько замечал очень же крут этот шоу-биз он везде вот эти сплетни какой-то разврат какой-то все какие-то создает интриги там кто женится кто разводится я вот замечал как раз возвращаясь к вот следующему вопросу наверное видел тимати то что везде там развелся или там но все же на этом хайпу и до верха я вот уважаю хотя я очень но не кумир русского рэпа вот я уважаю басту хотя его за ним никогда не наблюдал что у басты что-то в семье творится и он наносит это на общее то есть на обозрение то есть я вот никогда такого не видел и не слышал хотя это не слежу не смотрю не мус тв не что-то но я вообще не слышал может это и было но просто на моего я никогда не видел я видел зато как тимати там но везде как бы понятно это поддержание имиджен как бы это элемент шоу-бизнеса но я хочу сказать что вот именно баста в этом плане красавчик потому что что остается в семье он должно создать семье то есть не надо этого носить в люди и показы вот смотри я там а у меня жена там купила наверно уж я не знаю что у них происходит просто я за ним не замечал а из этого я вот здесь такой пример привожу хотя я уже два года назад за это как бы тоже кому-то говорил наверно баста хотя за него тоже не знаю за что его василий зовут как бы и вот реально молодец мне кажется то что он делает свое дело и то что у него шоу-бизнес это шоу-бизнес а вот то что дома как бы он не выносит это тоже остается дома вот для меня вот наверное он сокровенный остается сокровенным да 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 вот ну несмотря на ваш вот хулиганский образ татухи стиль у вас ну ни с кем нет скандалов да по моему я никаких стычек да нет такого если даже нет они если даже есть это же как сказать правильно вот как я считаю из даже есть какой-то скандал лично его и лично и а его же еще могут специально навязать что ну давай там узнать что человек на хайпе допустим и с ним специально ему как бы да делать козни чтоб на этом хайпануть если даже какой-то вот почему я еще ну не приветствую бабты потому что там ну то есть оскорбление на публику то есть ты специально играешь унижаешь я такого избегаю если даже у меня какие-то конфликты возникнут или возникают я их стараюсь решить один на один то есть ну чтобы никто это не увидел никто об этом не узнал то есть это но опять-таки это мое личное дело то есть у меня нет цели чтобы хайпануть это не способ хайпануть хайпануть надо хайповать надо на творчестве надо делать классные вещи надо придумать прикольные фишки вот этом хайпу а то что сейчас уже творится ну вот это разврат какие-то интриги сплетни кто-то что только не показывает какие свои места но на этом не хайпу это вообще не это где но надо чуть с умом хайповать то есть вот раньше реально допустим если ты крадешь бит у кого-то это было стрёмно реально это было стрёмно то есть а он сплагиатил а сейчас же на этом на борт хайпу и да да я украл он я у него украл и смотри как я сделал типа у западного ну я не говорю за кого-то лично просто но я видел такие то что у меня нет я никогда ни у кого не но неук не крал не старался ну как бы понятно что есть образец но я никогда всегда старался делать по-своему нет личного как у нет не личного нет авторство просто да вот они как бы крадут берут за основу вдохновляются да 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 вот да но хочу сказать раньше было это стрёмно то есть если ты украл блин а тут сейчас уже наоборот на этом но уже не знаю что свое придумать своего нет видения как бы и мне кажется давайте сейчас про негатив не про негативных персонажей поговорим вот кто вам в шоу-бизе опять-таки российском не нравится вот кто откровенно ведет себя ну недостойно на ваш взгляд я на самом деле даже ну как бы не знаю кто себя как ведет но я видел опять-таки по телеканалам вот этих ряженых крашеных какой у нас артист 2 зверев или как есть зверев артисты они ну много крашеных сейчас на самом деле вот они вот тоже сейчас настоящие не стоящие на сегодняшний день кто вот выступает пацаны но с крашеными ногтями волосы но вообще весь вид какой-то ну не знаю как попугай на приемлем для меня точно потому что ты родился пацаном и что творится теперь на западе вот это лгбт продвижение все то что гендерное это вообще для меня далекое и да ну упаси господь так что это я вообще это не приветствую если пацан ты должен быть нормальным пацаном то есть себя опрятно выглядит то есть ты должен пацан быть должен нормальным пацаном в разговоре в одежде в привычку все нормально так что ты там такой ряженый как ты вообще будешь но не знаю для меня это вообще дико вот это для меня самое этот стремное вот опять же от этих людей они часто говорят что ну мы не несём ответственность за свое творчество делаем что хотим как хотим никто нам не указ но вы вот лично ваше мнение как вы считаете должен ли артист нести ответственность за свое творчество и вести себя на сцене ну достойно и сможет так сказать ну вот отвечая на второй вопрос по любому должен вести себя достойно но где бы не только на сцене вообще даже в жизни потому что если уж ты артист есть из-за тебя люди ну как бы если за тобой люди следят то ты уже привлек внимание на тебя ты даже не знаешь но за тобой как бы как бы сидят и ты чей-то кумир на тебя подражают примерно да а то что какой еще первый вопрос был нужно ли нести ответственность нужно ли нести ответственность но мне тоже создает этот вопрос хотя у меня есть такие песни там допустим за 105 двор для упор да но всякие могут трактовать это по разному но я думаю в какой-то степени конечно должен нести а с другой стороны я вот мне тоже недавно было интервью что ты хочешь донести до людей на самом деле ничего не хочу донести я просто вот но увидел написал подумал написал ну как бы пережил написал а то что я даю какой-то пример да и по-любому он я ну даю что-то что-то что люди какие-то для себя выводы делают они могут быть и негативными последствия но я не хотел чтобы это было для ну во вред им то есть только во благо чтобы было ну в заключении могу сказать что у вас сегодня вышел новый альбом новый трек называется я самый плохой можете немножко приоткрыть завесу тайны и о нем рассказать чуть подробнее сколько работали над ним и что для вас вообще значит этот релиз этот релиз на самом деле такой с долей сарказма знаешь ну как бы ну как сказать я просто взял и сказал что кто-то может не любит моё творчество кому то нравится кто-то но как бы много чего накопилось много чего как бы у меня есть это я просто самый плохой но давайте уже говорите в лицо я самый плохой дая вот сам плохой они там не стесняюсь искать со мной может что то есть но как бы не все уж мы не без греха не самый плохой не самый хороший Самый, да, не самый хороший, из-за этого я написал, я самый плохой Вот, и на самом деле, такой, я как уже, юморной трек, ну, как бы с долей иронии, сарказма, так скажем, да И тут ничего такого нет, просто уж очередной, очередная песня Просто, как бы, мне понравилось, я решил вот так написать, а ничего такого, что-то секретного там нет А сколько работали, долго? Нет, кстати, очень долго, очень, говорю, очень быстро написал, я так вдохновился Ну, как бы, как я пишу, если я вдохновляюсь, я могу за час написать Если, вот, я чувствую, что мне неохота писать, я оставлю, ну, день-два максимум Ну, как бы, день, по часу и вот так посидеть, и все, можно за день написать Зато результат достаточно качественный, интересный Вот, я боюсь глазить, я вот все песни, ну, пишу вот за день, наверное, знаешь Ну, не за день, ну, как бы, я не говорю, что 24 минуты Достаточно быстро Да, час-два, ну, не надо много сидеть, там, головой уже забивается Вот, ты чувствуешь, что ты уже устал, ну, отдохнуть, все Или, допустим, занимаюсь в этот день, допустим, в понедельник я написал Может, неделя пройти, две недели пройти, может На третью неделю, ну, я говорю, ай, вот сейчас хочу написать Ну, вот, по кайфу пишу и все Здорово Ну, на этом вопросы у меня закончились Мне было очень приятно пообщаться с вами И я уверен, что вы для наших зрителей раскрылись с новой стороны В свою очередь мы всегда были бы рады видеть вас снова на нашем канале И я считаю, это было крутое интервью Спасибо вам, все было классно Зрители, будьте хорошими Не совершайте плохих поступков На этом все Наша программа подходит к концу В студии был Амир Ахтямов, Альберт Нурминский До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok